В дискуссии у меня же по пятницам передача с Пономарёвым, Илёй, и мы с ним очень жёстко сцепляемся, потому что, значит, вот эта вот идея Легиона, который, понимаешь, заходит на территорию России, который, ну вот как армия, который и так далее, и так далее. Я говорю, где, когда и прочее, он говорит, мы над этим работаем. Но, понимаешь, получается, что он прав. И вот это создание Легиона, ну в разных видах, там могут быть какие угодно названия, это получается какой-то единственный выход, если табакерка не работает, потому что табакерка как-то вот она стоит на столе у Путина, и всё. Врачи работают, россияне гибнут, убивая украинцев, и вот это вот всё продолжается. Понимаешь? А критики говорят, ну что вы... Я даже тебе покажу, как они это говорят. Вот ты знаешь, что нужно обязательно палец, мизинец вот так вот сделать. Ну как это? Вы говорите о вооружённой борьбе. Ну как это? Ну как это можно? Вот так вот можно. А что делать-то? Ждать, пока он умрёт? Да он нас всех похоронит, вместе со всей Россией. Поэтому, как ни парадоксально, вот Легион в широком смысле этого слова, то есть элементы вооружённой борьбы, мне даже удивительно, как я это говорю, они получаются сейчас наиболее актуальны. Проблема интеллигентного человека. Можно ли дать в морду хулигану? Или нужно звать кого-то на помощь? Или, в конце концов, вступать с ним в диалог? Да, в принципе, самый простой способ — это дать в морду. Он чрезвычайно эффективен. Путину очень давно не давали, очень давно не били его, в прямом числе, физическом смысле слова. Он уже отвык от этого. Но если кто-то сможет напомнить, то, скорее всего, он и будет самым результативным и самым наглядным и оппозиционером, и борцом за новую Россию. Вооружённое сопротивление, ну, учитывая, что в стране всё-таки находится подавляющее большинство сторонников Путина, поклонников Путина, и людей, так или иначе, не отрицающих право Путина на свою жизнь, распоряжающихся и приносящих себя в жертву именем Путина, кого на фронт, кого там по контракту поработать, кого куда, кого на нищенскую зарплату, все так или иначе с этим согласны. И понятно, что в этом не вызревает никогда какого бы то ни было действия против власти. Поэтому, конечно, изнутри это не произойдёт. Большевики знали, что только экспорт возможен. Ну, немцы помогли. Сейчас немцев нет, есть, например, легион. Легион, да, вполне себе сила. Удивительная вещь произошла, не могу найти объяснение. Значит, все мы, уважаемые зрители, знаем вот эту букву Z, которая вот Z, V, Z, вот это, ну, вот как-то вот оно, иностранные буквы, стали обозначением вот этой ужасной, чудовищной войны, вот этого СВО и так далее. И вот Z-патриоты Дугин и Марков практически одновременно выступили против популяризации символа Z. Давайте посмотрим на фотографию, я прочитаю. Дугин считает, упоминают не за Z, упоминают, а, простите, уминают, умирают, вот простите, ну, ребята, ну что вы, умирают, я думал, кого уминают, умирают не за Z, умирают за Русь, Христа и народ, а Z, по мнению Дугина, плохой символ, надо отбросить шелуху корпорации России, в истории возвращается Светлая Русь, Великая Империя. Ну, оно ж так вроде зашло, смотрим дальше, Марков, Z останется в истории, дальше он цитирует Дугина, после чего, символ борьбы за русский язык, это не русская буква, символ борьбы с нацизмом, это буква из слов нацизм, наций, и две эти буквы вместе образуют свастику, и это не наше, чужое, нужно было давно взять другие символы, наши, близкие нашей душе, но, видимо, кто-то взял огромные бюджеты на Z. Честно тебе скажу, Сергей, я совершенно не понимаю. Так хорошо Z, V, по морде бьют тех, кто лепит эти буквы сейчас, кто едет за границу и лепит, они практически исчезли с машин, даже в России сейчас, так все было хорошо, так все было правильно, и вдруг давайте уберем Z. Я не понимаю. Откуда это взялось? Z и V были всегда на учениях, запад-восток, так, собственно, обозначались противоборствующие стороны, и это было из года в год, просто всегда эти учения оставались где-то очень локальной темой внутри войск, а теперь они перешли государственную границу и напали на Украину. Они воспользовались той же самой символикой, потому что, когда была концентрация войск в Беларуси, то под видом как раз учений. На учения приехала вся Красная Армия, она поделилась на Z и на V, западных и восточных, сейчас мы тут друг с другом будем тренироваться, потом тренироваться бросили, пошли просто оккупировать соседнюю Украину. Поэтому Z и V перешли государственную границу, стали вот этим символом. Символ в данном случае очень правильный, потому что он прекрасно позиционирует, и абсолютно верно заметил, что он четко дает идентификацию, кто за Z, кто свой, кто чужой, кто как относится. Очень хороший лакмусовый элемент для определения в принципе отношений и общества, и людей. Дугин с Марковым в данном случае выступает точно так же, как Кац. Ну, про Дугина когда последний раз кто-то что-то говорил. Марков, ну, он, в общем, надоел, и умным-то не был ни одной секунды, но тут нужно было в конце концов дернуть кусочек одеяла на себя. Вполне подходящая тема. Но мы помним, что в принципе у любой войны обязательно Советский Союз придумывал какую-то свою символику, она всегда была нужна, вот там, оказывается, умирали с криками Ленина за Сталина, но ветераны говорили, что мы, в общем, за Сталина даже не планировали умирать и уж точно никак это не обозначали и не кричали, чтобы за Сталина в атаку. Замполит в отчетах писал, что за Сталина. Здесь точно так же. Есть факты, есть фактология войны и там есть просто элемент, который обозначает, что вот если ты хочешь четко знать, в кого стреляешь, поищи на нем букву «З». Например, украинскому снайперу это очень неплохая подсказка. Поэтому, конечно же, пусть остается, при том, что рядом находятся какие-то не очень внятные и не очень востребованные персонажи, обращающие на себя внимание риторикой на тему, которая точно привлечет это внимание. Потому что если начать бодаться с буквой «З», ну, как минимум, кого-то это в дискуссию вовлечет. Я с тобой полностью согласен. Прекрасное обозначение. Очень хорошо, что оно родилось в связи с этой войной. Сразу понятно, кто за кого. Пусть остается. Желательно, чтобы не трогали, но и мы видим, что Дугин, в общем, кто такой Дугин? И Марков. Где этот Марков и на что он может повлиять? Поговорили, лишний раз подчеркнули значимость буквы «З». Это целое явление. Это не просто нашивка. Это очень много конкретики, связанной с войной. Конечно же, она останется, потому что, в том числе, для власти это важный символ. Иначе ты запутаешься, ты даже обратиться к людям не сможешь. Тебе нужно будет 15 вводных предложений, объясняющих про борьбу с фашизмом, которая в последнее время из риторики официальной власти тоже ушла. «З» четко и конкретно. Прекрасно. Главное, что никуда она не денется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok